Не возле ёлки, а на доске в море. Такими привыкли видеть Санта-Клаусов жители Австралии. Кстати, они первыми на всей планете встречают Новый год. Фейерверков над пальмами нам, конечно, не видать, но одной из их традиций позаимствовать можно. Ровно в 12 часов все вечеринки в Австралии прекращаются. Их заменяет свист, гуд клаксонов и звон колоколов. Европейцы же привыкли петь. Ромынская семья живёт в Бурятии, но Новый год для них просто весёлый праздник. Главное событие года – Рождество. Но ведь никто не мешает нам с вами также зажечь в Новый год свечки и спеть одну из любимых новогодних песенок. Кстати, не все европейцы настолько консервативны. В болгарских домах, например, как только настанет полночь, принято гасить свет. Все начинают целоваться, причем неважно с кем. В Литве в это время зажигается самая большая в Европе елка. Ее роль исполняет горящая огнями телебашня. Представители же Литовской диаспоры в Бурятии желают вам счастья у нашей, не самой большой, но тоже симпатичной елочки. Наречу посвякинти всех Бурятийских живых с Швентом Каледом. И норечу, чтобы этот Швентом Каледом и каждую шею, и каждую тату Бурятий отнесут таикой с Девом по голову. Будьте лаименди. Итальянцы предпочитают избавляться от старого. Они попросту выкидывают все с балкона. Хороший стимул начать все с чистого листа. А вот в Таджикистане Новый год или Навруз отмечают в марте. Угощать принято семью ритуальными блюдами, названия которых начинаются с буквы «С». А может и нам с вами стоит удивить своих близких необычными кушаниями? Или хотя бы попробовать испечь традиционный хлеб? Ведь именно он – главный продукт на новогоднем столе таджикского народа. В жаркой Африке на новогодние праздники наряжают пальмы. На юге берега слоновой кости считают яйцо символом всего живого. Любимая забава – бег на перегонки с куриным яйцом во рту. Побеждает тот, кто сумел донести символ жизни к финишу без единой трещинки. Отличная идея для конкурсов в кругу семьи и друзей. В Чили именно в эту ночь принято прокалывать мочки ушей девочкам старше шести лет. В Скандинавии в первые секунды Нового года хрюкают под столом. Но для этого не нужно напиваться до поросячьего визга. Это делают, чтобы отогнать от семьи нечисть, болезни и неудачи. Возьмите это на вооружение, и тогда ваш праздник точно пройдет весело. Ася Касьянова, Евгений Жамсуев, Новости дня.